Студент автоколледжа Никита Андреев с трудом осваивает новое транспортное средство. Способность передвигаться самостоятельно он потерял в начале весны. Упавшая с крыши дома ледяная глыба разделила жизнь юноши на до и после трагедии. Лед меня придавил. Я пытался подняться. У меня грудная клетка поднимается, а все остальное тело не поднимается. Я ноги не чувствовал. Я пытался ими подвигать, а они не двигаются. Никита перенес несколько операций на позвоночнике. Сейчас он прикован к инвалидной коляске. Впереди длительная реабилитация. Сразу после несчастного случая было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подрядная организация, нанятая управляющая компанией, обслуживающей данный дом, производила чистку снега с крыши данного дома. Однако производила не в полном объеме. Следователи опросили свидетелей, изучили должностные инструкции, провели ряд экспертиз. И переквалифицировали дело на менее тяжкую статью «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подозреваемый – обычный разнорабочий. Раз дело переквалифицировали, то виновником в отделе будет то лицо, которое непосредственно должно было почистить крышу. Но почему-то вовремя это не сделало. И у нас такая информация есть, что это лицо уже давно не работает в управляющей компании. Потерпевшие считают, что ответственность должно понести руководство управляющей компании «Жук». Предприниматели обязаны следить за состоянием веренного ему жилого фонда. Однако некоторые участники пикета советуют собравшимся не спешить с выводами. Я когда увидел плакаты, которые уже обвиняют одну сторону, я не говорю о том, что они не виноваты. Потому что я считаю, что в данном деле должен разбираться все-таки суд прокуратуры и суд. Но потерпевшие уже устали ждать суда. Мать Никиты подала жалобу руководству Следственного комитета по Пермскому краю с требованием ознакомить ее с ходом расследования и материалами уголовного дела. Елена Еговцева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.